Выход водоемов из берегов, подтопление, размытие дамб, все то, чего постараются не допустить грядущей весной, но к чему обязательно нужно быть готовыми. Февраль и март обещают быть с осадками выше нормы, а значит работы соответствующим службам будет не занимать. К ним и готовятся в рамках республиканских командно-штабных учений КОКСЕМ 2024. Здесь отрабатывают буквально каждую мелочь, в чем и убедилась наша съемочная группа. Страшное ЧП в Зачиганске. В частном секторе вода прорвала земляной вал и зашла в частные дома. На месте уже работают спасатели, откачивают воду с помощью мутопомпы из дворов, в которую она вошла. Кроме того, параллельно идет работа по укреплению земляного вала. Но не спешите пугаться. Это всего-навсего одна из 52 легенд, которые спасатели отрабатывают в ходе командно-штабных учений КОКСЕМ 2024. Вода в прошлом году сюда не заходила, но риск был серьезный. По словам спасателей, сыграло ровно два фактора. Первый – своевременный вывоз снега, а второй – три ряда земляных валов, которые возвели еще в 2013. Они способны сдержать талую воду, но иногда случаются инциденты. 3 января была оттепель большая, до плюс 5, несколько дней держалась. И в результате таяния снега, получается, в данном месте был небольшой размыв потока воды, пошел по улицам. Но благодаря активным и оперативным действиям Акимата Зачиганска, здесь сразу нагнали технику. Плюс наш личный состав восстановили тело дамбы и предотвратили потопление домов. Всего в КОКСЕМ 2024 принимают участие свыше тысячи человек личного состава и 244 единицы техники. Несколько десятков сценариев, которые отрабатывают спасатели во время учений, не выдумка. Это реальные случаи, которые происходили в прошлые годы. Эти учения берутся у нас с практиком прошлых, позапрошлых годов, где у нас была серьезная паводка ситуации. Это в области и также в областном центре города Уральска. Каждый год меняется? Да, каждый год меняется. Берем от практики прошлых год, где у нас была осложненная обстановка на территории области и, как я сказал, в областном центре города Уральска. Один из главных вопросов – достаточно ли техники и способна ли она противостоять угрозе большой воды. В этом плане регион готов. К такому выводу пришел заместитель Акима области Калияр Айтмухамбетов, который осмотрел оборудование служб региона. Также замглавы при Урале отметил, что в этом году подготовка к грядущему паводковому периоду идет несколько иначе, нежели в прошлые годы. Связано это с грядущим количеством осадков, промерзанием почвы и еще одним фактором. В состоянии сегодня водохранилищ, которые уже практически по области на 50% заполнены, например, если каждый год они бывают зимой заполнены на 20%, в этом году уже 50-60% заполнены. Когда подъем зимой реки Урал, сегодня идет сброс, уже начинается сброс по рекам Караузен, Сараузен, например, с российской стороны. И вот эти все предпосылки уже говорят, что паводок будет сложный. Поэтому мы в этом году, конечно, в этом направлении усиляемся. Между тем, синоптики говорят, что в феврале и марте осадков выводят выше нормы, а следовательно, талые воды себя ждать не заставят. Главный вопрос кроется в том, насколько службы региона будут готовы к возможным паводкам. Ответ на него мы сможем получить уже этой весной. Алексей Кочемасов, Адербек Исаков, Колыбек Акраб, Акжаик Акпарат.